Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 1187. Событие дня. Осия. 2.22. 2. Второй стих. Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. 12. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяния от грудей своих. 13. Дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустыней, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждаю. 14. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда. 15. Ибо блудодействовала мать их и остромила себя зачавшая их. 15. Ибо говорила, пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. 16. Зато вот я загоражу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих. 16. И погонится за любовниками своими, но не догонит их. 17. И будет искать их, но не найдет. 18. И скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было, нежели теперь. Повторяю Осия, пророк 2 глава, 2 стих до 7. Это у нас, что-то тут сегодня у нас какой идет, сад, события дня, за 18. 3 марта 2019 года. 18. Посмотреть, что у нас здесь есть. 18. Объявления. 18. Что можно сделать тут, помочь. 19. Тормозните и прочитайте. 19. Тут ролики показаны, что есть у людей желание помочь. 19. Помощь. 19. Помощь. 20. Помощь. 20. Просят адрес. 20. Что здесь? Виталий. Литургию у католиков показал. 21. Наталья пишет. Похоже, как у нас. 21. Виталий обратил внимание, как у них тихо, и никто никуда не ходит. 22. И не стущит по плечу. Передайте свечку или записочку. 22. У них можно тихо и спокойно помолиться, и никто не будет тебя дергать. 23. Дальше. 23. Спрашивает. 23. Занятия будут? Отвечают. 23. Среда, пятница, воскресенье. 24. А я отвечаю. 24. Занятия в среду, пятницу и воскресенье. 24. Если шахматов Алексея надумает мне звонить, то нужно уведомить его, что ни на какие алло я не отвечаю. 25. Он сразу же должен сказать, кто звонит и зачем, и только тогда подам голос. 25. Вячеслав, точно благодарю. 26. Да, конечно, я вас уведомлю об этом, когда он будет готов вам позвонить. 26. Время звонка по скайпу я ему дал. 27. Это будет заранее известно для вас. 28. Пока от него все тихо. Ждем и молимся. 29. Ну вот, что я узнал о нем. 29. Он неверующий всю жизнь, можно сказать. 29. У него четвертая жена. 29. У него ребенок чем-то серьезно болеет. 30. Думаю, это главный мотив, почему он взялся за то, чтобы донести до патриарха дела Головина Владимира. 30. Его там ссян сняли. 30. Наверное, у него появилась надежда на Бога, что он исцелит его ребенка за это дело. 31. Ну, я могу ошибаться, что так подумаю. 31. Янис Игнатий Тихонович, добрый вечер. Мир вам. 31. Янис Лаций очень хочет в вашей книге приобрести «Трехтомник красный. К истинному православию». 32. Для Слову Божия нет уст. 32. И первый, второй, третий, четвертый тома «Открытым оком». 32. Что необходимо для того, чтобы купить в вашей книге? 32. Ну, я сбрасываю данные, как именно и что. 33. Сколько, чего, как стоит. 34. Вот я могу даже сейчас открыть это дело. 35. Почем, как, книги. 36. Вот книги, почем. Вот оно. 36. Внимательно смотрите. 36. Я буду проводить дальше. 36. Затормозите и прочитайте. 37. Каждая книга высвечивается. 37. Каждая книга высвечивается. 37. Дальше. 38. Порядок один. Вот такой порядок. 38. Не знаю, будет это видно или нет, но пока так. 39. Электронная карта. 39. Ну, вот и все. 39. Вот так вот. 40. Если я посылаю, человек уже сам выбирает. 40. Янис пишет. 40. Благодарю вас, Игнатий Тихонович. 40. С книгами уже начал знакомиться. 40. Пройдет время, пока это осилю. 40. Беспокоюсь, что на мою доле достанется ли книг до того момента, когда будут готовы заказывать книги. 41. Не знаю. Книги кончаются. 41. Всего тысяча экземпляров было. 41. Если я 650 уже подарил в библиотеке. 42. Везде. 42. И пока Володя еще не ехал, потеряю. 42. Потому что нести кому-то книги. 42. Вопрос еще такой. 43. Может быть, можно деньги отправить вам через Бестон Юнион? 43. А то я не разумею, как на карту отправлять. 43. Спаси Христос. Поклон вам, Игнатий Тихонович, Володе и всем братьям и сестрам во Христе. 44. Я отвечаю. Если вы за границей, то цены другие на евро и доллары. 45. Если еще из кого-то из России пересылать будете, то, как я выше, уже указал. 45. Владислав. 46. Монахавер, предсказавший взятие Москвы французами, говорил, что наступит время, 47. Когда монахов сгонят в несколько монастырей, а проще монастыри уничтожат. 47. Надо понимать дух времени и не увлекаться прежними понятиями и впечатлениями, которых в настоящее время осуществить невозможно. 48. Важность в христианстве, а не в монашестве. 49. Монашество в той степени важно, в какой оно приводит к совершенному христианству. 49. И самые церковные бедствия без попущения Божьего совершать все не могут. 50. Письмо 188. Эпископ Игнатий Бринчининов. 50. Эти письма не вошли в собрание его сочинения, примещание Новоселова Михаила. 51. Александр Марьясов. 51. Мир вам, Игнатий Тихонович. Дорогой мой человек. Благодарю вас. Всегда помню, ценю и люблю. 52. Всегда в курсе событий и общины. Все вы есть неотъемлемая часть моей жизни. Спаси и сохрани вас всех, Христос. 52. Мир дому вашему, дорогой мой человек. 52. Игнатий Тихонович. Давно вам не писал, но чувствую ваше присутствие всегда рядом. 53. Просматриваю ролики. Радуюсь и благодарю Господа, что Он дает вам энергию трудиться на ниве проповеди Слова Божия. 53. Часто вспоминаю всех вас, с кем лично имел общение. 54. По поводу успения брата Сергея, то есть умер Козлов, было в душе двойственное чувство. 54. С одной стороны, понимал, сколько им не было еще сказано, недосказано людям в проповедях его. 54. И также было понимание того, что Господь по милости своей прекратил его страдания в этом бренном мире нашего земного бытия. 54. Учусь в духовной семинарии, еще год с небольшим, в катехизаторских курсах. 55. Эту ссылку прислали из Греции. Показы там, крестят мощением. 55. Мир дому вашему, Игнатий Тихонович. 56. В этой статье Максим Степаненко полностью озвучивает ранее вами сказанное по поводу стектоведения и лично по господину Дворкину. 57. Действительно, вот это так. Я когда о Дворкене писал, то у Максима было другое мнение. 58. Молодец, Максим. 58. Максим упомянул всегда вами высказываемое по поводу о плохо сделанной работе. 58. Всем низкий поклон. Спаси Христос. 58. Ксения. Анонс планируемой беседы Алексея Шахматова с Игнатием Тихоновичем. 58. Вячеславу Семенову привет. 58. Алла пишет. Здравствуйте, Игнатий. 59. Я смотрю постоянно ваши видео. Мне очень интересно вас слушать. 59. О Боге. Очень хочу с вами побеседовать в скайп. 60. Я сейчас живу в Испании. Здесь нет православных приходов. 60. Я очень от этого страдаю. Но много разных других. Очень много. Иеговы. 60. Когда наших много, бежали с Россией. Даже не знаю, куда ходить. И что делать, где молиться. 60. Когда можно вам звонить. В какое время? Пожалуйста. Напишите. Буду вам благодарна. С уважением к вам. 61. Отвечаю. С 4 до 4 по Москве. До 16. 62. В 4 часа утра по Москве. Переводить на наше барнаульское. Это уже 8 часов. 62. Юрий Соболев. 62. Приготовление обеда себе и кошкам. Классный ролик. Игнатий Тихоновеевич. 63. А еще мудрый, сытый и уютный. Спасибо вас, Христос. 63. Я это отвечаю, Аля. Про свидетелей. 64. Это страшные еретики, которые не верят в сетую Троицу. Не признают душу. Отрицают церковь и всю Библию. 64. А написали свою книжку и называют ее Всемирный новый перевод Библии. 65. Обманщики и губители душ. Бойся их, как исчадие ада. 65. 66. Я тут пишу, что фотографии нужны были отца Геннадия. Срочно нужно выполнить этот заказ от Соболева пишу. 67. У меня нет прямой связи с отцом Геннадием. Сообщите отцу Геннадию Фас, чтобы прислал вам фото свое качественное, где он один лицом к нам. 67. Это нужно для оформления нашей беседы ранней. Делает из нее ролик профессионал. 68. Это нужно максимально скоро сделать. Если у него там нет дома возможности, пусть кому подойдет. Кто может. И разных фото может прислать. Спятные и черно-белые. 69. Для дела нужно будет только одно. Здесь выберут подходящее. 69. Жду ответ сразу же. 69. Опять же. 70. По шахматову. 70. Христос среди нас. Есть и будет. 70. Дорогой Игнатий Тихонович, думаю, что для интервью без серьезных вопросов Алексею Шахматову на вас выходить вряд ли имеет смысл. 70. Тем более, что в своей инстаграме он сам уже попросил подписчиков начать присылать вопросы для озвучивания Игнатию Тихоновичу. 70. Однако и так ясно, что за вопросы могут прислать его подписчики. 70. Поэтому считаю, что вопросы необходимо серьезно продумать и представить Алексею Шахматову, чтобы он их задал вам. 70. Но это тоже будет не то, так как вся библейская бездна и глубина подобной ситуации может быть только у святых отцов, о которых более всего известно и вам. 71. Игнатий Тихонович, может, вы поможете составить для Алексея Шахматова хотя бы несколько вопросов, которые я отправлю ему, чтобы он озвучил эти вопросы вам. 71. Братски обнимаю вас. Александр, город Бугуруслан, Оренбургская область, 19 марта. 72. Я отвечаю, мысль ваша пусть воплотится в дело. 72. И главным над этим делом, полагаю, должны быть именно вы. 73. Соберите эти вопросы, без моего ведома все сделайте и отправьте Алексею. 74. И добейтесь, чтобы он их озвучил. 74. Бог в помощь вам, дорогой брат Александр. 74. Александр, Христос среди нас есть и будет. 75. Дорогой Игнатий Тихонович, Алексею Шахматову я отправил личное обращение со следующим текстом, который необходимо бы знать вам. 76. Алексей, зайдите, пожалуйста, на сайт Игнатия Тихоновича Лапкина. Во свете Библии открытым оком библейский православный сайт, где вы сами все и увидите. 76. Игнатию Тихоновичу скоро исполнилось 80 лет. У него около 30 тысяч подписчиков, 32 тысячи. Более чем 13 тысяч православных видеороликов, 14 тысяч 400, подправку делаем. В которых более 30 миллионов просмотров, 31 миллион. С помощью Божьей Игнатием Тихоновичем издан 38 книг, написанных в пророческом духе. Кроме того, у него три тома православных стихов, не три, а четыре, во свете Библии, уникальность которых прежде всего в том, что все они написаны сразу, набело, то есть без единой помарки. Ну, Пушкин, он возьми, там щеркал, щеркал и везли со что. Со своими книгами на русской газели, а не на какой-то более надежной грузопассажирской иномарке. Он проехал едва не любясь мир, преодолев расстояние в 150 тысяч километров, где православие проповедовал в более 650 городах мира. Не 150, а было 120 тогда. И как автор все свои книги подарил известным библиотекам мира, а также Путину, Владимир Владимирович, в Государственной Думе, библиотеке имени Ленина, РПЦ, Ватикану и так далее. Им написана и издана уникальнейшая книга к истинному православию, над которой он трудился более 40 лет. Сейчас все его книги хранятся в многих монастырях и библиотеках мира. Игнатий Тихонович – это тот самый православный миссионер и проповедник, которого так долго не хватало нам всем. По-моему, он тот самый истинный пророк во славу Христа, который легко узнаваем по Святой Библии. Пожалуйста, зайдите на его скайп, Игнатий Лапкин, и вживую побеседуйте с ним, задайте вопросы, на которые у вас не было и нет ответа пока еще ни от кого. Думаю, что по результатам разговора с ним ваше мнение обо всем остальном, то есть не только мирском, но и духовном, кардинально изменится. Так было со многими, когда подавляющее большинство ранее его осуждающих, после разговора с ним едва ли не сразу содрогнулись от стыда и благословили Бога. Порадуйте себя, Алексей, пообщавшись с Игнатием Тихоновичем. Помоги вам, Господи, дайте, пожалуйста, знать о принятом вами решении на таком-то. С уважением, Надежда, Александр, православный пенсионер года Бугуруслан, Оренбургской области, 19 марта. Игнатий Тихонович, насколько я понял ситуацию, Алексей Шахматов уже как-то с вами связывался по скайпу. Но о чем был разговор, мне неизвестно, да и не нужно знать. Главное, что дальше он идти как бы не решился, так как не знает, какие вопросы надо было задать вам про ситуацию с отцом Головиным. К тому же на него стали давить некоторые лица из числа противников православия, отчего Алексей, может, даже и растерялся пока. Но это меня ничуть не беспокоит, так как именно этого и следовало ожидать. Поясню свое мнение к этой ситуации, Игнатий Тихонович. Кое-что ранее я уже написал сначала ему, а потом для смедения тоже отправил и вам. Дело в том, что Алексей и в самом деле кое-чем может помочь не столько отцу Владимиру, сколько святейшему патриарху Кириллу в прояснении сложившейся ситуации в сегодняшней нашей Церкви и выяснении самого главного причин случившегося. Ясно, что поднять все Алексею явно не по силам. Однако уже врученное им обращение к святейшему патриарху Кириллу во многом может помочь не только ему, но и всему священству, да и не только. В связи с этим меня сподвигнуло обратиться лично к вам, дорогой Игнатий Тихонович, чтобы в данном, может быть, даже историческом моменте, если будет угодно Богу, иметь вам возможность еще более широкую аудиторию, которая сейчас уже есть у Алексея Шахматова, но которая растет с каждым днем и которая, если угодно Богу, будет России увеличиваться. Поймите, Игнатий Тихонович, ваши убеждения важны для подавляющего числа людей не только православного мира, но их, к сожалению, не знает даже святейший патриарх Кирилл из-за отсутствия достоверной об этом информации о вас, истинном поборнике Христа. Конечно, я понимаю, дорогой Игнатий Тихонович, что на другое еще пока не было Божьего благословения. Ну а вдруг в этой ситуации уже кое-что начало проявляться, воля Божия, кое-как-то. В связи с этим, почему бы вам, Игнатий Тихонович, не подключиться к столь важному делу? Мне кажется, что в данной ситуации надо бы поставить в известность отца Иоакима и спросить у него святых молитв на проповедь в более широком масштабе, в том числе и для святейшего патриарха Кирилла. Как вы думаете, Игнатий Тихонович? Очень прошу вас, Игнатий Тихонович, не осуждать меня, что со своими секретами дерзнул обратиться к вам. Простите, но мне показалось, что было бы не лишнее со своими мыслями об этом поделиться лично с вами. Словом, хорошо, если этот текст вы дадите прочитать лично отцу Иоакиму, то есть преподать на его суд. Отец Иоаким прозорливый и просто так он ничего не скажет. Помоги, Господи, помолитесь, пожалуйста, Игнатий Тихонович, обо мне грешен. Прошу отца Иоакима благословения обо мне, Александр. Помилуй, Господи. 19 марта 2019 года. Отвечаю, с Алексеем Шахматом не было беседы ни разу у меня, а остальное досаделает Господь. Бог через вас, как сосуд его проведения. Я уже о том молюсь. Ну, пока на сегодня считаю, что этого бы достаточно. Субтитры сделал DimaTorzok